Всем привет, ребятки! С вами Флэш. Это обзор деблога номер 171. Итак, поехали! И первое, о чем нам сообщают разработчики, то что они занялись отдачей, которую можно изучить и запомнить. Если честно, я об этом вообще никогда не задумался и в каких-то моментах могу быть сейчас не точен, но основную мысль я постараюсь донести. В общем, ни для кого не секрет, что отдача в Расте, ну мягко говоря, не очень. Разработчики это понимают и они хотят ввести так называемую изучаемую отдачу, как типа, по примеру, игры CS GO. Чтобы сразу не наломать дров, пока что это новый тип отдачи введен только на двух оружиях. Это ЛР-300 и МП-5. Это выбрано для того, что эти оружия нельзя скрафтить, они достаточно редко попадаются в игровом мире, поэтому, в принципе, какой-то дисбаланс серьезный это не внесет в игру, но зато поможет получить уже первые результаты. Пока что есть некоторые проблемы со сглаживанием, но разработчики говорят, что в ближайшем времени они выровняют эту отдачу и постараются решить основные проблемы. Но основной функционал уже присутствует. Разработчики хотят, чтобы люди попробовали эту новую отдачу, почувствовали на себе и если вдруг она им придется лучше по душе, то в будущем потом для всех оружий ее и введут. Для тех, кто вообще не понимает, что это такое, и я нахожусь в том же числе, потому что я, еще раз повторюсь, никогда не задумался над этим вопросом, разработчики пытаются объяснить. Ну, во-первых, АМКоин уменьшен на 80% для этих двух оружий и отдача для этих оружий всегда одна и та же. То есть, если вы научитесь и приспособитесь к этой отдаче, то вы сможете стрелять очень-очень точно. Это уменьшает уровень рандома при стрельбе и увеличивает уровень мастерства стрелка. И вот пару роликов, которые показывают, что же это на самом деле. Вот МП-5, человек не контролирует отдачу и, вы видите, всегда рисуется один и тот же зигзаг. То есть, оружие себя ведет абсолютно одинаково при стрельбе. И если вы запомните эту отдачу, приспособитесь к ней, сейчас попробует стрелок уже контролировать, то вы будете стрелять достаточно точно. То же самое касается и ЛРК. У нее вот такой вот зигзаг. Так, сейчас я не сначала поставил. У нее зигзаг, наоборот, справа налево. Вот сначала идет вправо вверх, потом влево, в отличие от МП-5. То есть, они полностью зеркальные, можно сказать. Еще один момент. Это показывает то, что отдача всегда одна и та же. Немножко выстрела вправо, потом влево и потом что-то там вверху чуть-чуть. И сейчас попробует, опять же, стрелок контролировать эту новую отдачу. Сначала чуть-чуть вправо, потом чуть-чуть влево. И в итоге ты стреляешь практически точно. Но, если честно, такое себе. Это нужно проверять все на практике. Мне вообще трудно что-либо сказать. Мне кажется, сейчас должны подтянуться и все эксперты с CSGO. Потому что, я так понимаю, там именно вот такая отдача и стоит, изучаемая. Она всегда одна и та же для оружия. И скажут, хорошо это или плохо. И хорошо лишь, когда введут ее в расти. Также разработчики предупреждают всех, что вот этот тип отдачи пока что временный. Именно вот сам процесс. И если вдруг вы сейчас к нему приспособитесь за это короткое время и станете MLG Pro, то не надо будет обвинять разработчиков в будущем, что зачем вы изменили эту отдачу. Потому что разработчики предупредили, в будущем немножко изменится. Я так понимаю, сам алгоритм. В общем, жду комментариев. Особенно профессионалов в CS. Мне эта тема тоже интересна отдачи. Я, честно говоря, вообще никогда на эту тему не задумывался. Хотя в CS играю, но не CSGO, а в CS 1.6. И никогда не обращал какая-то там отдача. Стрелять всегда получалось очень хорошо. Но без всяких задних мыслей, как это работает. Дальше. Небольшое улучшение мини-игры на руде. Теперь точки. Там над ними работали. Какие-нибудь там должны быть цилиндрическими, сферическими. В общем, все теперь работает еще лучше. И теперь точки не будут появляться с совершенно разных сторон по руде. И правильно кто-то подметил, когда я делал первый обзор на эту мини-игру. Что ты времени больше тратишь на поиск этой новой точки. Чем если бы просто бил в одну точку. Без всяких этих мини-игр. И по сути, ну, сама суть на корню была завалена. А теперь точки будут появляться, ну, не так далеко. А в пределах там фута написано. Ну, то есть рядышком. И будет играться в нее намного проще и быстрее. Это на самом деле очень круто. Далее. Изменения по кратерам. У меня уже вышло видео. Там это все визуально. Я показываю, как это работает. Геологический заряд, когда вы кидаете. И у кратера появляется менюшка анализировать. Вы зажимаете Е. И через какое-то время вам в инвентарь добавляется заметка. В которой и написаны параметры этого кратера. Что в нем добывается. Какой вид ресурсов. И в каком количестве. И как я и угадал. Там написано количество в минуту. Также еще разрабатывается мини-игра. Опять же для этих самых кратеров. Пока конечный вид еще не совсем ясен. Она еще в процессе разработки. Но мы что-то интересное в будущем увидим. Там что-то она будет бегать между точками. Там будут кратеры все время видны. В общем что-то интересное. Но пока это еще не закончено. Это все в процессе работы. Но анализ нам уже добавили. Вот собственно происходит сам анализ. И вот сама заметка с количеством 103 металла в минуту. И 1,3 металл высокого качества. Далее небольшие изменения по карьеру. В видео опять же в прошлом я упомянул. Что якобы увеличили количество добычи камня у карьеров в 4 раза. Это было действительно написано именно эта цифра в ченджлогах. Но уже в дефблоге сами разработчики изменили, что теперь уже в 5 раз больше камень добывается. Но это касается только статичных карьеров, которые установлены возле РТ. Не те, которые мы сами ставим. Только статичные. Чтобы просто хоть как-то подогреть интерес к использованию этих карьеров. Потому что все боятся их использовать. Его никак не закрыть. Тебя могут в любой момент убить возле РТ. И ты все потеряешь. И топливо низкого качества, и руду. Но сейчас хотя бы риск хоть как-то будет немножко оправдан. Ты можешь рискнуть, закинуть туда топливо. Добудешь в 5 раз больше камня, чем обычно. Ну в общем риск действительно теперь уже немножко оправдан. А вот эти изменения уже серьезнее. Теперь каждый вид ископаемости четко привязан к определенному биому. Теперь в зимнем биоме мы можем добыть только металл высокого качества. В среднем биоме, в летнем, мы можем добыть только обычный металл. И в пустынном биоме, в южном, мы можем добыть только серу. Камень естественно добывается в каждом из этих биомов. И как пишут разработчики, теперь мы к дополнению к обычному стандартному камню можем добыть только один ресурс. То есть теперь не будут существовать супер-пупер выгодных карьеров, где добывается вообще все. Опять же в прошлом видео я уже показывал. Теперь мы можем добыть с помощью карьеры либо только камень, либо только камень в тандеме вот с каким-то одним из этих ресурсов. С серой, с металлом, либо с МВК. И в целом разработчики пишут, что мы заметим, карьеры теперь дают больше ресурсов за цикл. Особенно это касается серы и камня. Далее разработчики начинают развивать систему ачивок так называемых. То есть достижения в расти по аналогии с лонгдарком. Но эти ачивки, собственно, призваны не для того, чтобы как-то подстегнуть спортивный интерес в игре, а наоборот, просто дать человеку изучить игру хотя бы. Познакомить человека с игрой. То есть теперь для новичков будет вот такой небольшой лист заданий. Добыть, допустим, 100 камня, создать каменный топор, создать каменную кирку и так по списку. То есть это хоть как-то поможет новичкам найти цель в игре. Что нужно в первую очередь делать? Собрать камушек, потом какой-то инструмент. И так будут разработчики говорят, что хотят развить этот список очень сильно. Начиная с самых простых каких-то действий и заканчивая уже постройкой базы. Далее. Все эти ачивки, достижения будут работать только когда вы играете на официальных серверах. Никаких сервера комьюнити, никакие мод сервера. Только офишал. Все достижения контролируются через Steam. Steam achievements. То есть когда вы все здесь открываете, у вас тоже в Steam все эти достижения открываются. Ну стандартная тема. И цель всех вот этих задач, я еще раз повторюсь, обучать и поощрять изучение игры Rust. А не ставить какие-то нереальные цели, допустим, собрать 50 тысяч камня. Ну в принципе для новичков это очень крутая тема. Особенно, как еще раз напомню, разработчики говорят, это обязанная штука вводиться, чтобы игра вышла из альфа-версии. Чтобы процесс изучения игры был очень легок и интересен для новых игроков. Далее, ограничение в 500 игроков на сервере стояло оно. Разработчики пытались найти исправление это. Я так понимаю, что не устраивало их это в своем коде. Но в итоге они отправили письмо по электронке Valve. И оказывается существует какой-то backing limit. И в общем они добавили Rust white listed. И теперь ограничение это спало. Теперь вы можете иметь на сервере больше чем 500 игроков. Ну или больше 400 игроков в очереди, когда у вас сервер на 100 слотов и он забит. Гарри нам говорит, что были также проблемы с воспроизведением демок старых. Это тоже все решено, слава богу. Это будет полезно тем, у кого супер крутые демки записаны. Но с выходом новых патчей они уже не смогли их воспроизводить. Дальше продолжается у нас текстурирование нового RT стартовой площадки. Я это уже показывал в видео, но с того момента тоже немножко изменилось. Появились цвета. Компьютер вот такой в красный цвет окрасился. Стулья, плиточка уже. Вот этот был белый, я помню. Это оказывается печатная машинка. Просто с этой стороны не совсем видно. Я что-то думал, что это принтер. Но какой нафиг принтер в 70-е годы? Вот она, видно, печатная машинка. В общем, очень красиво все делается, текстурируется. Как пишут сами разработчики, что они сделали все это в стиле 60-х, 70-х годов. И еще в будущем разработчики хотят добавить новые, так сказать, мини-РТ, которые будут находиться вдоль дорог. А именно это заправочные станции какие-то, какие-то супермаркеты, мини-маркеты и небольшие городки. И вот приводится два таких вот, ну, супермаркет небольшой и какой-то небольшой городок вдоль дороги. Это, опять же, поможет на старте игрокам их лутать, находить какие-то первоначальные компоненты, еду и так далее. Оно, в общем, увеличит количество мест, где мы можем залутаться. Далее у нас идет серьезное улучшение в генерации мира. Конкретно поработали над генерацией работ, ой, дорог точнее, чтобы они были более закольцованы. Также в конечном итоге это потом приведет к непрерывной сети дорог вдоль всяких РТ. Но это пока в будущем. Дальше ведется, опять же, работа над генерацией вот таких вот гор красивых, более натурально. Вот такой прям, видите, хребет. Также это еще положительно сказывается на времени создания карты, то есть когда сервер создает карту. Нам вернули айсберги, собственно, они пока что без изменений, как пишут разработчики, то есть просто вернули старые. Но в будущем они планируют над ними еще поработать. А вернули их потому, что новый шкаф, как вы знаете, он не блочит строительство лестниц штурмовых. И, собственно, поэтому теперь айсберги не будут такими неприступными. Теперь может, ну это касается официальных серверов, потому что есть мод сервера, которые принудительно запрещают строительство по старинке. Но я не придерживаюсь такого мнения, я все-таки хочу идти в ногу с разработчиками. Поэтому, в принципе, теперь да, айсберги имеют место быть. И вы можете спокойно туда залезть при помощи штурмовых лестниц. Даже если человек заблочил вам это шкафом. Также респаун куч мусора на сильно заселенных серверах был достаточно маленький. Поэтому это тоже подправили. Дальше оптимизация долгожданная. Как сообщает нам Адре, что они опять уперлись в бутылочное горлышко по сбору мусора. Это, по-видимому, причина номер один во время снижения производительности, во время, точнее, ПВП снижения производительности. Поскольку разработчики оптимизировали большинство других причин снижения частоты кадров, например, как скины раньше очень сильно снижали, то они теперь решили сделать упор на это. И первое, что они сделали, это, естественно, не устранили GC, то есть Garbage Collection, сбор мусора, связанный с новой механикой вот этих мини-игр, точек на руде. Ого, у меня просто что-то ванная там отвалилась, упала громко, я очканул конкретно. И следующий вопрос, который их интересует, это количество выделенной управляемой памяти. Тоже они теперь будут за этим четко следить, где всплески, где еще что-то, и все уже по мере выявления устранять. Далее, все настройки в Rusty, за исключением двух самых низких, использовали максимальное разрешение текстур. И это очень сильно влияло на тех людей, которые играли на средних настройках графики. Теперь же все зависит пропорционально, и только две настройки графики, самые максимальные две, топовые, предтоповые, только они теперь используют максимальное разрешение текстур. Также теперь текстуры скинов не загружаются вам в оперативную память или в видеопамять, скорее всего в видеопамять, когда у вас стоит параметр ItemSkins 0, когда вы отключаете скины через консоль. Офигеть, а раньше, получается, загружалось. Нормально. Хотя нет, в оперативку тоже. Как пишут разработчики, это поможет теперь уменьшить количество использованной и оперативной памяти, и видеопамяти для некоторых людей. Но, так как скины очень сильно оптимизировали, они уже вообще никак не влияют на производительность, возможно, это никак и не повлияет. И в конце концов, теперь Rust больше не загружает все монументы при подключении к серверу, а загружает только те, которые действительно существуют на текущей карте. Это уменьшает количество текстур, загружаемых в память, и, естественно, ускоряет загрузку. Продолжается работа над искусственным интеллектом. На этой неделе работал у нас PAL над NavMesh, над навигацией, работал над сетками. В принципе, пока работает, еще каких-то результатов сказать не может. Диога нам говорит, что когда он работал на прошлой неделе над оптимизацией текстур, также заметил некоторые проблемы в рендеринге. Теперь у нас более правильный блеск, более глубокий контраст. В общем, теперь все рендерится лучше. Также одна из давних проблем – это отсутствие затенения отражения, например, когда солнце уже скрылось за горой. Тоже эту проблему немножко решили. Как вы видите, когда OFF – это выключено, видно, что свечение присутствует, хотя солнце уже здесь не светит. Когда включено, свечение пропадает. То же самое касается и закрытых помещений. И также еще попутно устранили проблему швов на местности. Это возникало с тем, что текстуры повторялись и накладывались. Вот такие швы. Теперь они убраны. Вот с далекого расстояния тоже можно заметить. Продолжается работа над второй версией рюкзака. Опять же, не указано, что это будет за рюкзак, для чего, где он будет появляться – не ясно. Но в любом случае немножко поработали. Вместо веревок в качестве лямок отказались. Теперь используется вот такой вот кабель, видите, двойной такой переплетенный. Видно, что даже крокодил тут. И рюкзак был достаточно пустой с виду. Его сделали более наполненным и интересным, чтобы придать ему вес визуально. В общем, выглядит достойно. И в конце, по традиции, заканчивает у нас Алекс. Он на этой неделе работал только над звуками двигателя танка. Уже тут прикладывает какие-то спектрограммы, как он тут работает, все тут выискивает. Никогда не думал, что работа над звуком танка такая сложная и требует вообще каких-то спектрограмм, выявлений непонятно чего. В общем, в любом случае мы увидим потом его труды. Услышим, точнее, не увидим, а услышим. В конце, как всегда, ченжлог. В принципе, тут ничего нового, все уже озвучил. Все, ребятки, с вами был Flash. Дивблог интересный, особенно касаемо отдачи. Ну, что поделаешь. Глобальный вайп на всех серверах, на официальных в том числе, на моих тоже. Еще раз повторюсь, посмотрим, какой будет онлайн. Уже сервер все-таки от моей идеи вообще полностью практически отошел. И все будет только зависеть от онлайна. Пока живут сервера только идеи Орды Альянса, мирные уже, как сами по себе люди наигрались. Наверное, уже не так интересно, но оно и понятно. Все в новинку, а потом уже все отходит на второй план. Все, ребятки, с вами был Flash. Как всегда, увидимся на серверах, если они еще будут живы. В общем, о любых изменениях в любом случае буду всегда сообщать на канале. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok